На железнодорожный вокзал Ижевска прибыл состав из Уренгоя. Пассажиры спешат в город. На прямки, прямо по путям, минуя пешеходный переход. Виноват. Осознаете? Да. Штраф какой? Не знаю. Ну, оформили протокол или что? Да нет, пока паспорт надал только еще. С начала года сотрудники полиции привлекли к ответственности больше двух тысяч таких граждан. Здесь напоминают, нахождение на путях и их пересечение в неположенном месте опасно для жизни. Но штраф 100 рублей мало кого останавливает. Хотелось бы, чтобы больше взыскания получали родители. То есть родителей привлекать по статье 5.35 за ненадлежащее воспитание своих детей. То есть родители сами должны объяснять детям, где можно ходить, где нельзя. Потому что зачастую я сталкиваюсь с такой ситуацией, что родители сами ведут ребенка в том неположенном месте. И получается, ребенок уже сами потом самостоятельно начинает ходить. Дисциплинировать пешеходов Минтранс России предлагает штрафами. За переход через железнодорожные пути в неустановленных местах, а также за нахождение на путях и хождение по ним, увеличить штраф сразу в 20 раз со 100 рублей до 2000. Это, считают, ведомстве позволит уменьшить число нарушений и сократить число несчастных случаев на железнодорожных путях. В 2018 году у нас было травмировано 10 граждан со смертельным исходом. Из них это двое несовершеннолетних. В прошлом году, значит, за этот же период времени было травмировано 18 человек. Сейчас в предложении Минтранса проходит общественное обсуждение. Против, конечно же, пешеходы. Только штрафами ситуацию не изменишь, считают и пассажиры поездов. Ну, как-то надо другие способы искать, чтобы это... Деньгами этого же все равно, мне кажется, это... Не решить? Да, мне кажется, как-то другие мероприятия или что-то, чтобы уже до них довезти, что вот это вот нельзя. Я пенсионер, так для меня дорого, конечно. Не надо нарушать, значит. Сами железнодорожники предлагали увеличить сумму штрафа в 50 раз, то есть до 5000 рублей. Но пока Минтранс предлагает остановиться на меньшей сумме. Общественное обсуждение проекта завершится 28 августа. Роман Вагинов, Андрей Бусыгин, телеканал Моя Отбортия.